Они еще пастись или нет? Или они срабатываются? Они, наверное, еще размираются. Мы с вами находимся на болоте. Чем отличается болото от любого другого типа растительности? Вы сразу зашли и понимаете, что это не простой лес, это не луг, это не то, что можно увидеть в повседневной жизни. Болото сразу отличается. Самое главное, чем оно отличается, это наличие махового покрова. И то, что мы сразу не видим, но, тем не менее, присутствует толстого слоя торфа. Слой торфа обязательно бывает на любом болоте. Это то, что определяет наличие болота и то, что отличает болото от любого другого типа местности. Но слой торфа на болотах разного типа, в зависимости от длительности существования болота, он может быть поменьше, побольше. И это сказывается на растительности, которая на нем развивается. Вот то болото, на котором мы находимся сейчас, оно называется переходное. То есть, бывает болото низинное, бывает болото верховое. Это не потому, что низинное находится где-то там в гороге, а верховое на горе. Это все зависит от типа питания. Какое вещество самое главное в жизни растения? За счет чего растение питается в любых условиях? Азот. Вода. Сколько бы ни было азота, если он находится в нерастворимом виде, если это соединение не растворяется в воде, то растение его никогда-никогда не получит. Любое вещество, любое удобрение, сколько бы мы ни вносили, оно может быть усвоено, только если оно растворяется в воде. А вода может поступать самыми разными образами. В одних местах ее побольше, в других местах ее поменьше. И в местах, где грунтовые воды выходят на поверхность, или где-то протекает какой-то меленький ручеек, воды много, она приносит питательные вещества. И если вода где-то застоялась и быстро не стекла, образуется болото. Второй путь образования болото – это зарастание каких-то водоемов. Озер, старец, прудов, все что угодно. Все, что оставили на произвол судьбы, то, что не чистят, то, что существует само по себе, оно рано или поздно зарастет и тоже превратится в болото. Потому что в любом водоеме растут какие-то растения. Растут растения по берегам, растут растения с плавающими листьями, например, кубышки, кувшинки, которые все знают. Растут растения подводные, каждый год образуются какие-то водоросли. Со временем они к осени отмирают, падают на дно, и начинает накапливаться сначала ил, потом сапропель, и с течением времени начинается образование торфа. Например, образование торфа отличается от образования перегноя. Например, есть когда мы на огороде, например, создаем компотную кучу, мы складываем какие-то скошенные растения, запавшие листья, и они быстренько перегнивают, получается такой плодородный слой, который потом можно внести в грядку. То же самое, например, происходит в лесу. Листья опадают, и тут начинается деятельность грибов, бактерий, которые быстренько эти листья перерабатывают, и они тоже употребляются на удобрение почвы. Но бактерии, так же как практически все живые существа, там за редким исключением, дышат кислородом. И большинство бактерий, так же как мы с вами, без кислорода существовать не могут. И когда растительные остатки падают в воду, то жизнедеятельность бактерий, она там практически, если и есть, то очень слабенькая, потому что кислорода мало, то, что там растворено в воде, а чем больше накапливается слой вот этих ила и прочих остатков, тем кислорода становится все меньше и меньше, потому что на окисление, на гниение кислород тоже расходуется. В какой-то момент эти растительные остатки просто перестают перегнивать и начинают накапливаться, 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 и образуется торф. Этот процесс идет очень-очень медленно, и в год при самых благоприятных условиях может накопиться один миллиметрик от торфа. Представляете, в школьной тетради клеточка, чтобы она заполнилась, должно пройти 5 лет. Если все очень хорошо, и там очень много всего наросло и упало, а если там какие-то непредвиденные обстоятельства, то, может быть, еще и меньше. Но, тем не менее, вот то место, где мы стоим, у нас под ногами около трех метров торфа. Представляете, сколько этих маленьких клеточек должно было накопиться? Ну, как бы для растений это тоже не проходит без следа. Есть, например, низинное болото, где питание за счет грунтовых вод, которые богаты азотом, богаты разными другими веществами, которые там приносятся с проточной водой. По такому болоту, на самом деле, не так приятно гулять, как здесь. Потому что там растет высокая крапива, там растут ивы, ольха, обычно очень много комаров, и там, в общем, не погуляешь. Если туда как-то кто-то попадает, в общем, как-то всегда хочется выйти и больше туда не приходить. Но по мере того, как торф накапливается, растительность меняется. И вот что мы видим здесь. У нас здесь растут самые разные кустарнички. Это место, которое условно называется клумбой, можно посмотреть. У нас здесь растут богульник с тоненькими листочками, как иголочки. У нас здесь растет мирт. Он здесь есть около меня, и вот там даже где-то есть еще с цветочком. И вот то, что вы шли, если обратили внимание, сейчас осеннее цветение с розовыми цветочками, цветет под бел. Почему под бел? Вот тоже, наверное, видно даже отсюда. Верхняя часть листочка у него зеленая, а нижняя белая. И когда листочек стоит вот так вот в стойбе, то видно в основном вот эту вот белую часть. Ну и все они отличаются от тех кустов, например, которые мы видим в лесу. Листочки у всех маленькие, жесткие. И вот если так вот потрогать на ощупь, они кожистые и покрытые воском. То же самое вот у клюквы. Клюквы тоже кустарничек, хотя так вот на первый взгляд это не скажешь. У нее жесткие одревесневшие побеги, которые там не стоят в стойме. А вот стелятся, если внимательно присмотритесь, вот все эти ягодки, которые вроде бы рассыпаны в неопределенном порядке, они все соединены тоненькими-тоненькими ниточками, побегами, стеблями клюквами. Как это ни странно звучит, все эти растения больше всего страдают от недостатка воды. Хотя вроде бы болото и воды должно быть сколько угодно. И если мы сейчас пойдем по сфагнуму, то сфагнум будет очень сырой. Вот если там в кроссовках, то в общем тут ноги промочить очень легко, потому что воды на самом деле сейчас много. Но вода эта долго не высохнет, потому что сфагнум очень легко воду впитывает и очень с большим трудом ее потом отдает и испаряет. И сухая веточка сфагнума может впитать воды в 60 раз больше, чем она весит в сухом виде. То есть это такой вот природный перевязочный материал, который в разные времена использовался. Потому что кроме того, что сфагнум практически неограниченно реально впитывает жидкость, любую там влагу, он еще обладает рецидными свойствами, потому что реакция воды, которая накапливается в сфагнуме, она кислая. То есть если мы будем пробовать на вкус, мы этого не почувствуем. Но тем не менее кислоты, которую выделяет сфагнум, ее достаточно, чтобы уничтожить все бактерии, которые там еще как-то могли остаться. Потому что среда в сфагнуме получается почти стерильная. Что-то там, конечно, растет, потому что бактерии ко всему приспособятся, но их настолько мало, что в общем... И вода в сфагнуме очень холодная, потому что даже в самый солнечный день сфагнум практически не нагревается и очень плохо проводит тепло. И вот эти растения, которым не хватает ни питательных веществ, потому что их корни в сфагнуме и до торфа никаким образом не достают. Ну и собственно и торф без доступа кислорода, он никаких питательных веществ тоже не отдает. Он лежит как консервы, кладовое солнце. Растения запасли углерод. Знаете, что в процессе фотосинтеза образуется, строго говоря, глюкоза, которая откладывается в виде крахмала, в виде целлюлозы. Вот, собственно, углекислый газ и вода используются растением, а потом эти остатки так вот слеживаются в болоте и образуют такие своеобразные природные консервы. Вот они там лежат, 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 и пока до них не достает кислорода, они могут там лежать веками. Но растениям от этого никак питание они почти не получают. Только то, что выпадает с дождями. Ну и на переходном болоте слой торфа, хотя и достаточно толстый, но он еще как бы непредельный. Вот мы можем посмотреть, чем переходное болото отличается от следующей стадии, от верхового болота. То есть даже не беря анализ торфа, чем занимаются специалисты, можно посмотреть и сказать, что болото переходное, на нем растут березы. Потому что разные деревья, они по-разному относятся к недостатку питательных веществ, к недостатку воды. И все по-разному стойки. Например, ель, она в таких заболачиваемых местах выпадает первая. Там ольха держится чуть-чуть подольше. Вот береза, она держится чуть подольше ольхи. И вот сейчас мы можем увидеть, что березы здесь достаточно много, хотя меньше, чем сосны. Сосна на болоте существует дольше всего. За счет того, что у нее очень мощная, очень длинная стержневая корневая система, она пробивает слой торфа и из нижних слоев получает воду, питательные вещества. И вот сосны, они еще как-то держатся. Хотя, собственно, вот сосны из серии японских бонсаев. Вот сосна начинает плодоносить в возрасте около 30 лет. Посмотрите, как вы прикиньте. Несмотря на то, что тут даже сосны, которые выглядят довольно старыми, они маленькие, тем не менее вполне взрослые деревья, которые очень давно здесь растут. Но есть совсем молодые, хотя, в общем, не такие молодые, какими они кажутся. Просто рост тоже замедляется. На верховом болоте, о котором слой торфа еще больше, елочи, сосенки часто могут достигать высоты метра-полутора, но при этом они искривленные, с самых причудливых форм, с тоненькими стволиками и, в общем, уже самый настоящий бонсай, который японцы получают с трудом. Тут, в общем, без труда, но за гораздо больший срок. Собственно, наверное, основное, что можно сказать про болото. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. А можно спросить, они, получается, сфагномы не могут, что ли, влагу вытянуть, вот та же клюква, там еще что-то, если они корнями, получается, сфагномы? Совсем. Он же набит влагой, получается. Совсем в минимальном количестве. Дело в том, что растения могут всасывать воду определенной температурой. Тут она просто холодная. То есть воды много, но воспользоваться ей очень тяжело. Дело в том, что на базу дорога были. А всех остальных? А клюнией поедут. А клюнией? Субтитры сделал DimaTorzok